В Твери на улице Хромова этой весной начнут строить новый сквер. Новая общественная территория появится в Заволжском районе города в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В активную фазу работы войдут в апреле. Сейчас проходит подготовительный этап для того, чтобы приступить к обустройству территории, как только растает снег. Подробности в репортаже нашего корреспондента. О новом сквере на улице Хромова местные жители мечтали давно. Нелли Михайловна Чернышкова вспоминает, как несколько лет назад они сами определили это место. Собирали подписи и подали заявку на участие в рейтинговом голосовании. Здесь было болото, были заросли большие. Дети переходят, перебегают, все время дорогу в школу бегут. Это такой большой район у нас, школа далековато. И через заросли ходить опасные дети. У них душа болела. И поэтому захотелось, чтобы что-то было благоустроено. Благодаря программе формирования комфортной городской среды в Твери уже обустроена Мигаловская набережная, парк на Тьмаке, сквер Казакова, аллея Славы, бульвар Цаново и Радищево. Построены новый сквер на улице Можайского и в поселке Химинститута. Напомним, раз в году все жители города могут принять участие в голосовании. Выбрать одну из предложенных территорий для благоустройства или предложить свою. Таким образом, каждую весну, исходя из большего количества голосов, определяются победители следующего года. Улица Хромова несколько раз попадала в пятерку лидеров. И в итоге прошлой весной вместе с общественной зоной на улице Громова оказалась в числе победителей. Твердые дорожные покрытия, все будет в брусчатке у вас. Освещение, 90 опор освещения будет стоять. И подведение системы охранного телевидения. Это камера видеонаблюдения. Начальник отдела строительства департамента ЖКХ администрации города Роман Лопаков рассказывает, что будет сделано на этом месте. Новое освещение, пешеходная зона из брусчатки, камеры видеонаблюдения. Первый этап, к реализации которого уже приступил подрядчик. Работы должны быть закончены до конца сентября. Активно начинать их можно только после того, как растает снег. Сейчас здесь убирают часть деревьев и кустарники, чтобы при первой возможности приступить к работам. А местные жители продолжают планировать и готовы снова принять участие в рейтинговом голосовании, которое стартует через пару недель. Для того, чтобы в 2023 году здесь, в случае победы, могли появиться новые детские и спортивные объекты.